Дожидаться 15 октября севастопольские чиновники не будут. Столбик термометра за окном несколько дней не поднимается выше 8 градусов. Поэтому 40 городских котельных из 110 уже запущены. В первую очередь тепло подаётся в дома сельской зоны, в социальные учреждения, школы, детские сады, больницы. Через два дня система теплоснабжения заработает в полном объёме. Технология запуска системы теплоснабжения города составляет порядка 5-6 дней. Это рабочий момент, время, которое необходимо для того, чтобы система работала стабильно. Мы приступили к розжигу котельных 4 октября прошедшей недели, то бишь пятницу. И 9 числа этого месяца теплоснабжение будет работать на 100%. Разработан соответствующий график пускокотельных ведётся согласно этого графика. Технически система теплоснабжения к отопительному сезону готова, говорит Олег Кизименко. Севтеплоэнерго на подготовку затратила 10 миллионов. Однако чиновник обращает внимание на долги за газ. Севастопольцы задолжали предприятию свыше 40 миллионов гривен. Задолженность населения на сегодня составляет 41 миллион. Население должно за услуги теплоснабжения. Ну, скажем, порядка 10 миллионов – это спорная задолженность. Судится севтеплоэнерго с частником, частник севтеплоэнерго и так далее. Но 30 миллионов – это факт задолженности. На аппаратном совещании рассматривался и вопрос выполнения городского бюджета за отчётный период. Доход вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. План поступления средств перевыполняется, уверяет Виктор Драченко. Ожидается сейчас выплата заработной платы по Черноморскому флоту России, которая существенно увеличит долю поступлений по налогу с доходов физических лиц. От тепла и бюджета к здоровью на брифинге обсуждался вопрос модернизации медицинской отрасли. Ещё два года назад в законодательство Украины по системе здравоохранения были внесены изменения. Лечебные заведения и медслужбы должны быть разделены на основные направления. Экстренная медицинская помощь, первично-санитарная, поликлиники, амбулатории, стационары, многопрофильные больницы, специализированная помощь и палеотимные. То есть плавно в рамках реформы перейти к системе обязательного медстрахования. По словам Виктора Пологова, процесс предусматривает ряд этапов, которые будут осуществляться в течение нескольких лет. Впрочем, на некоторые вопросы уже есть ответы. Автопарк скорой полностью переоснащён. Машины, оборудованные спецтехникой, обеспечены всеми медикаментами. Персоналу экстренной медпомощи приобретена защитная светоотражающая форма. Правда, пока только летняя. По мере поступления финансирования закупят и демисезонную. С сентября 2013-го выездные бригады обеспечены GPS-системой, контролирующей путь и время передвижения. Все вызовы фиксируются в электронную базу. Мы сейчас уже провели конкурсные торги и закупаем, оснащаем кардиолаб-системой бригады скорой помощи. Врачи выезжают у нас с кардиографами, а фельдшерские бригады у нас будут оснащены этой системой. Она позволяет снимать кардиограмму пациенту, через сотовую связь отправлять в диспетчерскую, где старший врач расшифровывает кардиограмму, подсказывает, какие действия фельдшера должны быть в данную минуту. Одна из первых задач в городском управлении здравоохранения – привлечение к работе квалифицированного персонала. В поликлиниках работает лишь 57% от необходимого числа терапевтов, а значит только один на два участка. Педиатров – 78. Большинство медиков пенсионного возраста. Молодые врачи не идут работать в госучреждения. Причина – маленькая зарплата, предлагаемая государством. Поэтому второй этап реформирования отрасли здравоохранения – укрепление первичного уровня оказания медицинской помощи, то есть поликлиник. На сегодня мы подготовили проекты решений о создании поликлиник как самостоятельных юридических лиц, для того, чтобы сконцентрировать в дальнейшем средства непосредственно на эти поликлиники, для того, чтобы ввести мотивацию, экономическую мотивацию для врачей, для медицинских сестер в качественном труде. Речь идет о введении коэффициентов доплаты за качество и объем работы. Вводится дифференциация. И если этот врач востребован, если к нему идут пациенты, то он получает, соответственно, больше. Больше того, чем тот, к кому никто не идет. Реформа изменит подход к организации медпомощи населению, улучшит качество и эффективность оказанию услуг. Говорят специалисты. Принятие в Украине закона об обязательном социально-медицинском страховании планируется в 2015 году. Наталья Двутина, Денис Корвель. Программа «Наше время». Продолжение следует...